Hey guys, это Джордан, я Дэниел, и сегодня мы снова в роли подопытных иностранцев. Сегодня на нас будут тестировать русский рок, а в конце мы проверим, может ли песни Короля Ишута звучат так же интересно и круто на английском. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, проходите по ссылкам в описании, это помогает нам существовать и снимать новые ролики. А что по ссылке в описании? Скажи чуть позже. Давай слушать рок. Вы слушаете рок? На каком языке? На всех? На каком-нибудь языке, на французском, слушаешь рок? Нет. Джордан слушает исключительно тайванский рок. Например, какие группы? Спой. Я люблю рок. Я слушаю на английском и на русском. Я не знаю, наверное, больше люблю типа Light Rock, like the Eagles, Led Zeppelin, The Grateful Dead, The Talking Heads. Окей, Queen. Queen. Что вы знаете из русского рока? Ария. Это рок, да? Ну вот я думаю, что да. Не знаю, по-моему, какие песни. Какие песни? Потерянный рай, Сколки, Ида. И на этом заканчивается мой очень долгий список. Да, а ты какие русские группы знаешь? Чековский, Рахманина. Пидваторок. Да, думаю, да. Земфира. Мне кажется, все может быть роком, реально. Муми Трой, Агата Кристи. Но мы сегодня будем слушать другие. Их будет не так много, но Короля и Шута будет много. А, то есть не только Король и Шут. Нас набанули. Первая группа – кино. Что за кино? Ты знаешь эту песню, Джордан? Перемен требуют ложи. Это как в караоке, когда в ступенье 20 минут. Он был таким харизматичным. Я примерно так же пою. Реш. Нет, реально, если бы там не было написано «перемень», я бы думал, что он сказал «деревень». Так что я не знаю эту песню. «Деревень требует наши сердца». Я понимаю. Да. Вы ее слушали раньше? Да. Я нет. О чем она? Я думаю, что эта песня о том, что иногда надо разрушить все правила, потому что нужны перемены в этой жизни. Вы раньше знали группу кино и Виктора Цоя? Да. Мои друзья всегда слушают их по пиане. Кто-то играет, типа, на гитаре. Иногда. Как вам и его движение? Прикольно. Я согласен с Джорданом, когда ты сказал, что он очень харизматичный. Это так и есть. Такая музыка могла бы стать популярной на Западе? Или это чисто российская история? Я думаю, что точно стала бы популярной на Западе. Это тоже, это вот, есть этот рок-филл, мне кажется. Я думаю, уже нет. Стала бы популярной тогда, когда эта музыка сама пользовалась спросом, а сейчас уже нет. Да не знаю. Вот есть целое поколение, которое сейчас впервые знакомится с Ким. The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Мне кажется, что это не вопрос времени, а вопрос просто индивидуального вкуса. А вот, чтобы это прокатилось на Западе, я думаю, что дотошно. Как вы считаете, можно ли выучить английский по песне? Можно выучить английский по... Вап. Вап. Это вот Шекспир написал. Отдай мне все, что ты имеешь за эту влажную киску. Дери ее. Потом слово. Так, чтобы сучили уголовку. Да. Вау. Это идеальная песня, если вы хотите выучить любой язык. Ну, может быть, мне целиком выучить английский по песням, но ты видишь просто другую сторону языка, и это всегда интересно. Там очень образный текст, и передает другие эмоции. Вот, конечно, самое сложное на чужом языке, это передавать свои мысли и эмоции. Почему ты так чувствуешь? Это на родном языке сложно иногда. Так что вот выучить очень много можно по песням. Можно еще, мне кажется, встретить это много идиом. И улучшить свое умение понимать другой язык на слух? Конечно, можно. И в Skyeng есть для вас специальный гайд для мелованов. И в этом гайде мы собрали самые лучшие советы и лайфхаки, чтобы вы смогли научиться слышать, о чем поют английские исполнители, и вообще подпевать правильно. Ссылку на гайд мы оставим в описании. Его можно распечатать или в телефоне посмотреть. Это, короче, как вам удобно. А по промокоду Jordan вы можете получить до трех бесплатных уроков Skyeng. Так что ваш английский в ваших ушах и в промокоде Jordan. Послушаем следующую песню. Давай. Let's do it, motherfucker. Давай. У меня просто вопрос для комнаты. Сколько раз вы были в Питере и в пьяном состоянии, типа, чем Питере пить? Сколько раз это было? Я жила в Питере пять лет. Вот это мир ответа мой вопрос. Ну, 365. Умножь на пять. Ее слушают везде, кроме Питера, наверное. Мне кажется, это вообще бесит всех петербуржцев, потому что все говорят, что в Питере пить. Я глин. Нет, мы не все алкоголики. Такой диалог. Это разборка питерская. Нет, ну реально, у Питера есть какой-то шарм. Особенно, когда ты пьешь, уже податый. Jordan, когда ты пьешь, у всего есть шарм. Это как-то приукрашивает его. А в Ростове правда шикарные пюхи? Я шаурму там только ела. Неплохая. Друзья, я предлагаю признаться. Мы с Джорданом уже сделали видео про короля и шута. Но это мы снимали для шортов. И вам это так сошло, что вы решили сегодня сделать полную версию. Но мы вам это покажем только тогда, когда вы нажмете на лайк. Почему? Потому что мы голодные, видимо, шлифы. И нам нужны ваши лайки. Только на этом зарабатываем. Так что давайте ждем. Ну серьезно. Нажми на лайк, Игорь. Только тебя ждем. Игорь, это кто? Ну вот что, сложно что ли было? Я-то! Я-то! Мы оставляем про штуки. Я в голове это вырезала. А, окей. Ловите наше видео! Ну вот, попробуй. У меня из каждого дома в деревне играл король от шута. У меня из каждого дома в деревне играл король от шута. Какой хрень в жестер. Шут . Жестер? Ааа, Шутка, окей. Я люблю сет-дизайн. Не делай видеть, что ты знаешь текст, он видит текст здесь. Вы понимаете текст? Не все. В какой-то момент он говорит, я прыгнул со скалы. У меня вопрос, а где слэм? Должен быть слэм здесь. Да, это странно, хотя это нашествие. Нашествие это типа Коучелла, Лалапалуза, да? Ну, типа того. Ну, короче, там все берут какие-то очень высокие резиновые сапоги, потому что там месиво. Могут быть дожди и там все просто очень пьяные. Вот почему называется нашествие. Если вы хотите встретиться с нами, с Джорданом, мы будем на фестивале нашествия в палате Sky Yang. Можете заходить к нам и будем тусить. Ну, как тебе? Ну, прикольно. Ему изменила девушка, и он из-за этого прыгнул со скалой. А сама песня вообще... Блин, у меня реально сейчас проблемы. Как сказать РАЗИ, но не материться? РАЗИ. Это была РАЗИ. Мне нравится музыка. Круто, кстати, одновременно и на это смотреть. Друзья хотят покушать, пойдем рядом в лес. Будь как дома, будь, я ничего не откажу. Прикольно. Ты типа вот это лесник подрубивал их, чтобы кормиться с чего-то? Да. Прикольно. Погоди, что-что-что? Что он сделал? То есть он создал такую комфортную атмосферу, чтобы они расслабились. Как я обычно с тобой делаю. Да. А потом нож в спину. Мне эта песня больше понравилась в целом, чем предыдущая. Потому что тут, я не знаю, чувствую сюжет. Вот там это было. А мне вообще захотелось послушать. Все. А ты что, не помнишь, что мы в караоке каждый раз пели эти песни? Нет, я не понял. Как ты не понял? Там написано король и шут на экране. Ты знаешь эту песню. Не знаю, не знаю. Не знаю. Узнал себя в песне? А в целом битвам как? А, защибись. Тоже прикольно. Прям... Это очень прям такие захватывающие песни, catchy songs. По мне это необычный панк какой-то. Можно здесь создать впечатление, что это панк. Особенно если ты просто на концерте и все уже просто в говно. А сами, конечно, слова, они очень лирические. При этом прикольно. Да, это очень глубокий смысл. Ну да, это тебе не white ass pussy. Да, это вообще не white ass pussy. Не, ну вообще круто. И жаль, конечно, что фронтмен его не стал. Вообще классно пел. Но все песни писал вот второй чувак, князь. Это его настоящее имя, да? Тебе князь Владимирович? И мы снова в настоящем времени. Ура! Не зря мы еще раз здесь собрались. Так что давайте еще пару песен посмотрим. Да, да. Вот до того выпуска вы слушали группу Короли Шутали? Нет, я не слушал. До шорцевого выпуска ты имеешь ввиду, да. Я вообще ничего не слушал от них. А потом вы стали слушать просто? Я стал слушать, пока я гуляю с собакой, только одну песню. Колдуна что-то. Кукла-колдуна? Ага, это. Не знаю, потому что когда гуляешь ночью с собакой, хочется просто вот это немного такого, понимаешь, там. Мне очень нравится, как будь как дома путник. Ты можешь, как будто ты какой-то весельчак и ты будь как дома путник, я не темно. Причем у тебя какие-то очень злые намерения. Вообще они классные ребята. Да, прикольно что-то, что есть такие же сказки. Такие клипы гораздо интереснее, чем допустим просто в 90-х в Америке, когда просто снимали кто-то типа вот ветер дует и ты просто вот так двигаешься плохо. Такая музыка точно могла бы стать популярной на Западе, это мое мнение. Чисто потому что это сказка интересная, есть смысл более глубокий. Мне кажется, это интересно и это слушабельно, можно так сказать. Они, как сказать, они очень идиоматичные, а прям очень важные слова, а не то, чтобы музыка. То есть если бы это все сделать на Западе, то пришлось бы это все переписать. Мертвый анархист. She wearing a confederate flag? Уже чувствуется, что это будет хит. We're going to slam each other. Вдень вовсе, как ты знает, Джордан. Шорка танковал ее. Застывший партиц. Хой! Солой! So rude. It's great, isn't it? My question is, what is a Застывший партиц? It's my new favorite song. What does it mean? Hoi! 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 Punky Hoi, it's so... What? It's very similar to other words. I like that there's a drive in this song. And of course, the story about zombies. I don't like the loud music. I think it would be difficult for them at their concerts. But they like what they do. Yeah... Ross is me, видимо. These guys have, I don't know, some kind of magic. Maybe it's a combination of how they write, how they sing. Maybe I just love rock, and I'm already kind of... You said, that if you can completely understand these songs, you can translate it to English, right? Yeah. Can you try it? Yes. Can you try it? Okay. It's like... The wind blew my hat off my head. Okay. Я хотел любви, но вышло все не так. Почему мы это так переводим сейчас? Потому что мы сделали, чтобы первая и третья строчка рифмовались, и вторая и четвертая строчка рифмовались. Через строчку, да. И поэтому, допустим, вот здесь, да, но вышло все не так. Мы бы сказали, скорее всего, да, nothing worked out. Поэтому Джордан мастерски придумал but suffered its wrath. То есть это я хотел любви, но пострадал от ее гнева, если дословно это привести. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. Нам нужно было рифмоваться со словом head с первой строчки. Поэтому, я подумайте, я знаю, что то, что в жизни остается крутым. Ничего не вернуть. То есть вроде то же самое. И теперь у меня один лишь только путь. А у нас тут сейчас припев получается Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты. One day you learn of this perchance. Можем давать, да? Тогда поймешь, как будто потеряла. Then you'll understand who you lost. I realized I had my last dance. Very funny. Ну, Джордан очень круто придумал концовку. Мы себе позволили немного, конечно, вот исказить смысл чуть-чуть. Смысл один и тот, что мне кажется. И мы убрали вот мнение своего. Конечно, как мы и обещали, мы сейчас попробуем спеть короля Ишута. Вот то, что мы делали, конечно, это показывает, что реально по песню. Можно учить язык. И даже если ты уже хорошо владеешь языком, это все равно заставляет тебя еще больше вздумываться. Потому что, когда есть рифма, с которой ты в обычной жизни не сталкиваешься, надо еще как-то по-другому мыслить. И это тоже очень хорошо. Я хочу рассказать вам про наш курс английский за три месяца. Это целых сорок уроков с преподавателем. Там чека прогресса. И, в общем, с помощью этого вы сможете отслеживать ваш прогресс и насколько вы хороши. Ребята, чтобы составить этот курс, наши методисты в Skyeng учли опыт изучения английского языка более 150 тысяч учеников. Так что мы хакнули систему изучения английского языка, чтобы вы смогли просто и быстро на нем заговорить. Ну и, собственно, с помощью этого курса мы вместе найдем и устраним такие блокеры, которые вообще не давали вам перешагнуть этот языковой барьер. На курсе вы будете проходить только самые нужные правила и актуальную лексику, чтобы сохранить ваше время. И если за три месяца вы не перепередите на следующий уровень, со скалы, не со скалы, как хотите, то мы доучим вас за наш счет. Ну как бы не за наш счет, но за счет Skyeng. Все подробности про наш курс по ссылке в описании и в первом закрепленном коменте. Поэтому бегите туда, запишитесь. Но надо поторопиться, потому что сейчас у нас идет скидка и надо успеть. Осталось очень мало мест. Так что run, 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 run. Do it, do it, do it, do it. А теперь, друзья, для вас есть маленькое выступление от стержёра и мелькашка Дени. То есть от короля и шута. Прямо могى разговорить ноги. Заматься он хороший ход, как можно замуж на ноге. Как всё хорошоит, всё я пришла к peoples côté самокат, а я забыл неблаг 시간. There is but one path I took a run and jumped right off the cliff Once I was and then I ceased to live One day you'll learn a bit perchance And realize I had my last dance Slam! Okay, no, no, that was good, thank you, 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 there will be no encore, but напишите в комментариях какие песни вы хотите чтобы мы еще перевели Я очень надеюсь, что ответ будет на И какие песни из других групп, может быть, вы хотите чтобы мы с Джорданом послушали Я могу это вечно делать, так что пожалуйста пишите Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под этим видео, если вам понравилось С вами сегодня был Шут Король И онлайн школа английского языка Skyeng Bye bitches, see you in a bit